Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас два гостя. Одна гостья из Москвы. Это доцент МГУ, директор института экзоциальной аналитической психологии, доктор психологии Светлана Васильевна Кривцова или доктор психологических наук. Наверное, так вот в России у нас как-то попроще. Доктор психологии. Вот доктор психологии из Риги Алена Якубова на студии. Недавно был создан институт латвийский, австрийский институт психологии. Так, наверное, его можно назвать. Экзистенциальная психология, психотерапия. Да, и вот сегодня, как раз, интересно состоялась лекция Светланы Васильевны, наши гости из Москвы в Балтийской международной академии. Я знаю, что пришло много преподавателей, студентов и представителей бизнеса. Сейчас об этом и поговорим. Только единственное, хочу сразу проанонсировать нашим радиослушателям, что во второй части мы поговорим о таких делах совсем политически-экономически, о бюджете. Придет эксперт, поговорим о проекте бюджета, которого СЕИМ сегодня принял в нулевом чтении. Но сейчас, наверное, в первой части, не знаю, о вечном или о жизни, о психологии. Светлана Васильевна, о чем была лекция? Я знаю, что это было связано с деньгами. Как-то не странно, да, наверное, психолог говорит о деньгах как-то по-особенному. Вот, может быть, несколько слов об этом. О деньгах. О деньгах, да. О деньгах нашей жизни и как это влияет, наверное, на психологию, да? И, наверное, о тех, у кого эти деньги есть, ну, в значительном количестве, если так можно сказать. Ну, напрямую вообще теме денег лекция не была посвящена. Не, ну, конечно, да. Она все-таки называлась о том, как жить в согласии с собой, с миром, занимаясь какой-то продуктивной деятельностью и, в общем, зарабатывая деньги. А лекция, собственно говоря, была посвящена опасностям крайних позиций таких в решении проблем выживания и в решении проблем такого вот продуктивного существования. Ну, не секрет, что мы живем сегодня в мире, где очень большое давление мы испытываем. Необходимо быть успешным. Необходимо быть успешным. Если тебя не покупают, ты ничего не стоишь. Если ты не сделал из себя бренд, ты никому не интересен. Успех нужен любой ценой, любой ценой. И вот эта погоня за успехом, она, конечно, опасное дело. Я здесь перебиваю, но это что-то сродни так, что есть по простому такой американской мечте, да, условно говоря, что вот и обязательно должен быть успех, там, не знаю, дом, машина, деньги. Ну, да, успех – это такая вещь, которую все-таки каждый человек назначает себе сам. То, что для меня успех, для тебя может быть поражением. Вот все-таки тут есть, ну, есть, конечно, давление социальное, но у каждого человека все-таки есть свое представление о планке, да, вот, об успехе. И вот, может быть, за счет того, что критерий успеха ты назначаешь сам, и также за счет того, что ты и сам все-таки прилагаешь старания для того, чтобы этого успеха достичь, то есть где нет старания, там нет успеха все-таки. Это скорее тогда скажут, ну, он ничего не делал, ну, вот как-то состоялся. Это маловероятно, да, ну, повести, может, один раз, два раза. Но вот для того, чтобы как-то уважать себя, нужно сначала стараться вкладываться, да, во что-то. И получается, что я и критерий назначаю сам, и стараюсь тоже сам, свою жизнь на это трачу, вкладываюсь. И вот из этого представления о том, что все идет от меня, возникает очень такая распространенная иллюзия о том, что я тогда отвечаю за то, чтобы успех непременно пришел. Я на сто процентов отвечаю за это. И, конечно, такая теория не очень реалистична. А реалистично следующее. Человек может стараться, и он может очень многое сделать для того, чтобы успех пришел, но на сто процентов гарантировать успех может только Господь Бог. Всегда существует какая-то сила, над которой мы не имеем власти, сила случая, сила стечения обстоятельств. И вот если я не признаю существование этой силы, конечно, тогда я сам себе, своими руками создаю огромное количество проблем. Например, я только себя виню в том, что успех не достигнут. Я требую от себя очень жестко обязательного успеха в те даты, в те сроки, которые я поставил. То есть не уважать силу, над которой у нас нет власти, это большое заблуждение. А нет такого ощущения, что тогда человек как-то превращается в какую-то машину, он как-то идет по какому-то графику, по схеме, невзирая ни на что, если так можно сказать. Вот эта тема всегда интересовала экзистенциальных философов и психотерапевтов. И вот у Виктора Франкла, у выдающегося, всемирно известного экзистенциального психотерапевта, врача, логотерапевта, была такая теория успеха. Он говорил о том, что если ты идешь к успеху напрямую, ты обязательно скатишься в функционирование, манипулирование, использование себя как инструмента. Это очень дорогая вещь. Это все закончится тем, что ты превратишься в такого вот функционера, который, собственно говоря, потеряет смысл своей жизни. Столько вкладывается, а ты ничего хорошего больше не чувствуешь. Вот это интересно, очень многие даже, когда ты говоришь с людьми, они иногда так философски, как бы, все равно на бегу, продолжая бежать в этом забеге, да, тем не менее бросаешь, что ой, ехай, да, когда же жить? Я все время работаю. Да, да, и многие... И когда я, наконец, уже вроде бы выделил день, чтобы пожить, обнаруживается неприятная вещь, а я, собственно, ничего не чувствую. Мне ничего не нравится. Мне уже все равно, как если бы нетренированная какая-то часть нашей души, она уже завяла и сморщилась. Это интересная... И это большая тема. И вот это одна из опасностей, одной крайности, да, крайности такого стремления к успеху, в котором ты не можешь остановиться. И вот Виктор Франкл, он же был мудрым человеком, и прожил такую трудную и богатую жизнь. И он говорил о том, что сохранить себя, соотнесение с собой, долго продуктивно жить можно только в том случае, если ты работаешь не на успех, а на что-то такое, что является для тебя ценным. Ищи не успеха, а смысла. А успех придет, как само собой разумеющееся дополнение, рано или поздно, если ты с удовольствием занимаешься любимым делом, рано или поздно ты станешь большим специалистом в этой реальности. Если тебе нравится разбираться в тонкостях этого дела, ты в конце концов найдешь какой-то, собственно, вот подход к нему, к этой природе, внутренней природе того, чем ты занимаешься, будь то там торговля или промышленное производство, или интертеймент какой-то. И тогда ты, проживая ценности, чувствуя, что тебе просто нравится то, чем ты занимаешься, и ты делаешь нечто правильное, то, что тебе именно подходит, ты в конце концов с удивлением обнаружишь, а ведь я успешен. И вот этот такой вот непрямой подход к успеху, пожалуй, единственный способ, ну вот, как-то сохраниться. А вот здесь вот в этой ситуации, если мы говорим о людях, это неважно, где они живут, в России, в Латвии или в Америке, вот если они вот, если так можно сказать, держим, вот они идут к какой-то цели, по прямой, если так можно сказать, им чем-то можно помочь? Или для этого они должны сами осознать, что что-то тут не так, что, может быть, не надо так действовать? Ну, не надо переоценивать тоже вот специалистов по помощи, да? Я могу понимать, что у человека что-то не в порядке, да? И все его подчиненные могут понимать. Да, он навязывает за сильные. И его жена может это понимать. И его дети тоже, они могут страдать от того, что, может быть, папа не так к ним относится, как вот они многие годы уже ждут. И то он не со зла, а он просто действительно вот... Да, что-то с этим папа жизнь сделала. Но пока сам папа или мама, да, с кем это связано, не почувствуют, что надо что-то менять. То есть пока они сами не придут к психотерапевту, к психологу, но, видимо, помочь им невозможно. Но жизнь, она лучше учитель, поэтому обычно люди такие приходят, когда, например, что-то происходит реальное. Например, жена говорит, я устала ждать тебя с работы. Ты мне очень многое не додал за эти годы, и я бы хотела немного пожить другой жизнью. И уходит от него. Да, и это уже не зависит от его финансового положения. Или дети, которые вдруг становятся подростками. И ты видишь, что ты, собственно говоря, отдал все свое здоровье и лучшие годы для того, чтобы они жили счастливее. Но ты видишь, что твои дети не очень счастливы. И самое главное, что они больше не доверяют тебе. И вот в таком положении... А иногда просто случается что-то иное. Например, у жены развивается депрессия. А иногда приходит женщина и говорит, мой муж бизнесмен, но он каждый вечер пьет. Он не может без этого уснуть. То есть фактически он таким вот образом снимает стресс? Он не знает другого способа снимать стресс. У него нет сил на то, чтобы становиться на беговую дорожку или там идти на фитнес. Вот интересно даже подтверждение ваших слов. Ведь иногда очень люди говорят, что вот как бы я каждый день работаю, там с утра до вечера. А когда наступают какие-то праздники, вот несколько дней выходных, человек не находит себе места, потому что он просто не знает, а как ему отдыхать, что ему, собственно, делать. Ну и тогда чаще всего действительно он хватается за бутылкой. Это, может быть, другая уже проблема. Но, в принципе, это получается так, что люди не умеют наслаждаться жизнью. И вот поэтому сегодня, видите, так распространена тема бюрнаута, эмоционального выгорания. Это же, собственно, тема работающих людей, не лентяев. Да, не те, кто лежит на диване. Да, не те, кто лежит на диване. Но это то, что приводит их тоже, в конце концов, на больничную койку. Потому что депрессия – это серьёзная вещь. У меня просто нет сил. У меня нет никакого желания ничего делать. И это меня убивает, потому что умом я понимаю, что я должен идти работать. Но я больше не могу. Это тема человека, который не слишком ухаживает за своими, нравится. Вот, Алена, вы тоже прослушали эту лекцию. Вот какова была ваша реакция? Может быть, люди, которые присутствовали, может, у них какие-то возникли вопросы? Ну, во-первых, я получила личное наслаждение от лекции такого уровня, которое затрагивает такие простые житейские проблемы для людей, для которых как думано, что всё у них в жизни есть. То есть вот он успешный, он работающий, он занятый, он имеет доход какой-то и может себе что-то позволить. И в то же время вот это, где его нравится, где человек за всем этим сам находится, это очень важно, когда есть обращение прежде всего к себе, к самому себе. Чем хороша экзистенция? В экзистенции нету мы, они, вы. В экзистенции есть одно слово – я. То есть сам человек – хозяин своей жизни. И что он с ней будет делать, и как он её будет проживать, зависит только от него. Реакция зала, конечно, была великолепная. Был такой, я бы сказала, тихий восторг, потому что каждый смог на какую-то долю понять, что за всей суетой и беготнёй человек забывает сам о себе. И вот вернуться к себе и понять, увидеть себя, и в то же время понять, увидеть, что у него есть возможности, ему есть куда двигаться, ради чего и зачем всё это нужно, вот это тоже была одна из таких вот лейтмотивов смысла этой лекции. Правильно, Светлана, я понимаю, да? Да, да. Так что спасибо вам, что вы нам привезли такой подарок. Для Латвии это большой именно подарок. Да, вот говоря вот ещё, эту тему продолжая, и тем не менее, очевидно, что всё равно люди даже понимающие, всё равно им надо как-то зарабатывать эти деньги, и тем не менее, но как вам кажется, это всегда сопутствующее, вот это вот зарабатывание денег и вот такой вот дискомфорт самим собой. Да, или всё-таки удаётся, если так вот грамотно всё поставить, и не знаю, как-то зарабатывать деньги, и отдыхать, в общем, жить такой насыщенной жизнью правильной. Или это всегда сопутствующее? Знаете, мне трудно говорить про других людей. Безусловно, в наше время есть много счастливых, деятельных людей, в общем, которые не стремясь к успеху, всё-таки определённый уровень достатка достигли, да, и я не знаю про других, но я могу сказать, что вот я никогда так много не работала, как вот сейчас, в свои 54 года. Но так просто сложилось, да, вряд ли вы говорили, давайте мне больше работы, давайте. Я всегда была открыта этому миру, но, казалось бы, сейчас уже силы должны уходить, но как-то жить всё интереснее и интереснее. А дача всё больше и больше. Я получаю такое огромное удовольствие просто от того, что я делаю в разных городах, в разных аспектах своей деятельности, что, честно говоря, я не особенно-то и устаю. Потому что это вам приятно. Да, когда человек занимается тем, что ему не нравится, он расходует свои ресурсы. Когда человек занимается тем, что ему нравится, подходит, где он себя находит, и он чувствует, что он и может это хорошо делать, из-за того, что хорошее получается другим людям, то тогда он подпитывается этим. Этой энергией. То есть фактически, условно говоря, читая лекции, вы тоже получаете энергию и от зала, если так можно сказать, да? Ну, во всяком случае, этот материал, да, и эти глаза, и сегодня, как эти люди замечательно слушали, да, в такой иногда замирающей, абсолютно глубокой тишине, для меня это говорит о том, что в этот момент они слушали меня, но думали о себе. И вот в этой такой глубокой тишине происходит терапия. То есть что-то вылечивается. Вот так, да? То есть это не просто они получили информацию? Не было задачи манипулирования. Если бы мне кто-то задал эти же вопросы, да, я бы тоже почувствовала, что меня это затронуло. И вот в этом затрагивании себя жизнью, да, мы черпаем возможность как-то подпитывать наши ресурсы. И так можно долго жить. Я думаю, что это хорошая жизнь. Да. То есть на самом деле можно и много работать, если действительно приносит удовольствие. Это совсем не значит, что нужно работать меньше, как многие могли показаться. Это не значит, что в работе есть только удовольствие. Да, но это очень важно, как настроен фокус у человека. Вот это мы можем воспитать и в детях, и в подрастающем поколении, и в наших подчиненных, сотрудниках, коллегах. Куда у тебя фокус настроен? Если ты страдаешь, то ради чего? За всякими трудностями сияет какой-то свет. Если свет гаснет, то тогда ты будешь недоволен. Ты будешь всегда недоволен. Светлана Васильевна Кривцова у нас в студии, и также Алена Якуб. Сейчас мы прервемся буквально несколько минут новости рекламы, во второй части продолжим. Оставайтесь с нами. Светлана Васильевна Кривцова у нас в студии, доктор психологических наук из Москвы, и Алена Якуб, доктор психологии из Латвии. Вот мы говорим вообще о том, как жить в согласии с самим собой, если говоря простым языком. Ну, вот такая тема ни в коем случае не хочется как бы вас на политику сподвигать. Ну, вот есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые вообще вне зависимости даже от работы или от зарабатывания денег или от существования самим собой вторгаются в нашу жизнь. Ну, к примеру, там, экономические все неприятности, которые вот и у вас в России, может быть, у нас пока еще в меньшей степени. Мы уже этот кризис тяжелый пережили в 2009-2012 годах. Вот как это влияет на жизнь, потому что, ну, есть такое ощущение, что все живут в стрессе, в невидении завтрашнего дня, и, тем не менее, все продолжают, вот как эта машина, пахать, пахать, пахать. Вот как, вот это вот, это что, хронический стресс, что это? И как можно от этого отгородиться и сказать, слушайте, ну, я со мной не могу на эти глобальные процессы повлиять, буду жить своей жизнью. Ну, да, я думаю, что это все-таки по-разному на людей действует. Безусловно, это всех лишает некоторой такой стабильности. И, конечно, мы все хотели бы, чтобы жизнь была стабильной, но об этом можно, в общем, только мечтать. Скорее, мне кажется, стабильные периоды в жизни – это некоторые исключения из правил. И действительно, если наши еще родители, да, приговаривали всю жизнь, главное, чтобы не было войны, и действительно… Вот мы вернулись к этому, да? Да, и действительно, сколько лет не было войны. И это, наверное, самый длительный период в истории человечества без войны. Да, сколько там, 60 лет больше, да? Да, и вот снова война, и она уже так была на территории Европы, так близко. Это, конечно, не укладывается в наших головах, это деморализует. Действительно, очень выросла тревога людей, неуверенность в завтрашнем дне. Но что тут можно сказать? Вот экзистенциальная философия, на которой строится вот наш подход, да, и наша терапия, собственно, давно уже говорит о том, что человек не может отвечать за то, чтобы было все так, как он спланировал. Это не ответственность человека. Здесь у нас нету столько власти. За что же тогда мне отвечать? Мне, у которой есть дети, семья, бизнес какой-то, да? Собственно, человек может отвечать только за то, чтобы по-человечески встречать те неожиданные новые ситуации, которые он сам себе не заказывал, и которые появились в его жизни без его воли. Ну, в принципе, он должен быть готов, такое может случиться, что не будет так, что он нарисовал какой-то план, схему, и будет все время по ней идти. Да мы все это знаем. Да. Хоть не хочется это признавать, да. Когда человек строит план, и Бог над ним смеется, часто говорят люди. На самом деле, да, где-то... Конечно. В этом нет ответственности человека. И в конце жизни человек ведь никогда не сожалеет о том, что вот он построил красивый план, а план этот не реализовался. Вовсе нет. И человек также не вспоминает, когда, например, вот мой план реализовался. Не так все бывает. Наоборот, человек сидит перед камином в зрелом возрасте уже, и внуком своем, если есть, конечно, кому рассказывает, вспоминая о том, как внезапно случилось нечто такое, что он даже и не ожидал, и никто не ожидал, и как он из этого плохого смог, сгруппировавшись и как-то мудро к этому подойдя, сделать что-то немножко лучшее. Оказалось, что вот по прошествии лет и стал взглянуть, как раз это то, что остается в памяти, да, и то, что... В памяти остаются вот эти вот золотые зерна смысла. А смысл – это наилучший из возможных выход из данной хреновой ситуации. Не идеальный выход, а наилучший из возможных. Как бы при выборе между хреном и редькой, я выбираю в данном случае редьку потому-то и потому-то, чтобы, может быть, в следующий раз стало послаще, а следующий шаг еще что-то немножко прибавил, а может быть и нет, может быть, это ошибка. То есть, на самом деле, получается так, что ты жалеешь не о том, что не сделал, а как раз радуешься тому, что тебе удалось сделать в этих непростых обстоятельствах. Ответственность только в том, чтобы оставаться перед этими новыми ситуациями честным и делать то, что ты можешь. И не делать больше того, что ты можешь. Это тоже очень важно. И не ждать от себя, что ты должен непременно жить в модусе подвига. Вот интересно, что сейчас вот очень часто, пока они имеют целые исследования были, что мужчины говорят о том, что вот мы, к примеру, какие-то кризисы, какие-то фосмажорные обстоятельства переживаем намного тяжелее, потому что нами все время давляет эта ответственность. Вроде мы кормильцы, вроде семья, дети. Ну, на некоторых, да, ведь еще и жена, на некоторых нет. Это тоже другой вопрос. Но, тем не менее, и постоянно вот мужчины ходят с таким вот грузом ответственности. Вот это бы успеть, вот это бы сделать, а что будет вообще? Ну, это отдельный разговор. Да. Хотят ли от нас дети благополучия? Это большой вопрос. Какого именно благополучия ждут наши дети? Что для них важно? Именно какое-то материальное благополучие? Или внимание, которое им уделяется, да? Совершенно верно. Знаете, как говорят мудрые детские психологи, семья богата не счетом банки, а количеством рассветов, которые она встретила вместе. Как показывает, да? Ну, во всяком случае, детям от родителей совсем не нужно продлиния зоны комфорта. Пребывание в зоне комфорта в течение детства и юности делает человека слабым. И поэтому я часто говорю своим состоятельным клиентам, у вас есть деньги. Купите на ваши деньги своим детям трудности. А многие считают, что надо как раз купить нянь. Ну, я так абстрактно говорю, что не понимают, что тогда они родители будут видеть еще меньше. Ну, во всяком случае, пребывание в зоне комфорта, вот эта легкость получения всего желаемого совершенно деморализует детей. А зачем нам к чему-то стремиться? Вообще выходить из дома. Это мы, кстати, сейчас видим на примере многих. Это огромная проблема. И это им очень трудно. А мы, будучи, так сказать, извините, пришли, мы из другой ведь жизни, да? Да, конечно. И мы гораздо более, так сказать, тренированы к преодолению трудностей. Абсолютно верно. Когда начались эти санкции, есть много говорили, слушайте, ну, кого вы пугаете, в принципе, мы все вышли из той страны, где каких только трудностей не было, сколько не было денежных реформ, сколько не было голода и холода. Совершенно верно. Поэтому то, что не будет циро-дор-блю, то это никак сильно не угадает. Но если это не пугает родителей, то дети реально этим напуганы. Потому что они-то... Они в этой зоне комфорта. Они никогда не преодолевали вот этих трудностей. И действительно, чем, как ни странно, лучше живет семья, тем больше это проблемы. И в конце концов тот же папа приходит и говорит, я думаю, что я воспитал себе наследника, преемника бизнеса, наследника состояния, а я воспитал какого-то никчемного бездельника, которому ничего не нужно. И это тоже... Не понимая, что это вина не столько этих бездельников, сколько тех, кто их так воспитал. Да, поэтому, собственно, ради кого ты сейчас зарабатываешь деньги? Что нужно твоим детям? И еще лучше спросить у жены, что нужно ей. Кстати говоря, да. Да, еще одна шуба, или все-таки, может быть... Внимание, да. Может быть, да, час перед сном, с бокалом вина вдвоем, поговорить не о работе. Кстати, хорошо. Вы заметили, ну вот вы сказали такую фразу, что вот когда я говорю с клиентами и с тех, кого я консультирую, с состоятельными людьми, значит, это что эти состоятельные люди все-таки осознали, что что-то не так, и до вас дошли. Это уже, наверное, неплохо, да? Ну, это сейчас и тенденция такая, конечно. Да, все-таки есть такая тенденция. Ну, почему бы не поговорить с кем-то, да, о том, что... Причем со своими даже иногда неловко как-то и... Ну, в общем, да, все-таки это традиция искать помощников, которые были бы компетентны. Ну, в принципе, если у Сонога на Западе это давно есть, да? Это нормально, это улучшает качество жизни. Это не говорит о том, что у человека что-то не то, ему нужен психиатр, как многие думают, да. Да, но это скорее такая советская традиция бояться психиатрии, бояться психологов, потому что он тогда что-то про тебя там накопает, а еще лучше кому-то расскажет о тебе. Все-таки сегодня, конечно, психотерапия – это очень хорошо поставленная помощь людям, ремесло, в котором есть свой кодекс этический. И это значит, что человек все-таки чувствует себя в относительной безопасности рядом с психотерапевтом, и действительно может получить такую хорошую консультацию за вполне умеренные деньги. Да, Латвийско-Австрийский институт, который создан, Алена, вот на что вы рассчитываете? Значит ли это, что вы чувствуете, что есть такая потребность вообще вот в такой, не знаю, в таких экзенциальных исследованиях? Знаете, у нас несколько целей, и одна в то же время простая глобальная цель, чтобы в Латвии людям жилось легче и проще, чтобы они понимали, зачем они живут, для чего они живут, и чтобы они жили прежде всего, каждый человек для себя жил хорошо. Это такая стратегическая задача. Другая задача, абсолютно прикладная, это, конечно же, дать образование специалистам в области психологии и психиатрии, причем высококачественным специалистам, люди, которые получат этот диплом, будут чувствовать себя силы и возможность быть профессионалами с большой буквы. И мы бы хотели, так как и австрийцы гордятся своими выпускниками, так же и чтобы мы латвийцы, то есть наш латвийский филиал, тоже гордился своими выпускниками, говорили, это наши выпускники, мы абсолютно отвечаем за качество работы. И, конечно, научно-исследовательская, абсолютно прикладная часть, которая позволит облегчить жизнь не тем, кто хочет продолжить какое-то специальное образование, но и получить какие-то практически прикладные консультации, тренинги, семинары. То есть задача, на самом деле, как все-таки пункт первый, чтобы человек жил хорошо. Качество его жизни только улучшалось. А вот, Светлана Васильевна, психология как-то тоже развивается? Или есть какие-то устоявшиеся каноны? Да, и казалось бы, ну вот все, в принципе, известно в этой области дистанциальной психологии, что тут можно еще сказать? И вот поэтому по этим канонам все и происходит. Вы имеете в виду дистанциальную психологию или академическую психологию, или все психологии. Она развивается? Но психологии становятся все больше и больше. Все-таки? Конечно. Они развиваются, появляются новые. Сейчас, например, в Соединенных Штатах очень популярна позитивная психология, которая, ну, действительно, знаете, точно так же, как в культуре, в искусстве, да, вот пришло новое поколение и решило переснять все фильмы на новый лад, да, появились ремейки. Собственно говоря, мы спрашиваем себя, зачем переснимать то, что и так хорошо снято. Но, например, наши дети, они хотят своим языком рассказать об этом, ценности передать. И также появляются новые направления психологии, потому что появляются новые поколения молодых людей, которые хотят пересказать своими словами какие-то те же самые, например, идеи экзистенциальной философии. Вот как это делает, например, позитивная психология. Она берет какие-то отдельные фрагменты, да, и делает из них интересное поле для исследования. Вот, например, ту же самую тему, которую, ну, собственно говоря, философы разработали еще в середине XX века, и сейчас заново переоткрывала позитивная психология. В Америке очень популярна теория потока. Такого психолога Чиксент Михай, американца румынского происхождения. теория потока, the flow. Так, очень интересно. Чиксент Михай говорит о том, что можно долго и продуктивно работать, если ты попадешь в состояние потока. Что для этого нужно? Для этого нужно три условия, чтобы задача, которую ты собираешься решать, была тебе интересна, чтобы она была достаточно, то есть, чтобы она тебя зацепила, вот, задела как-то лично, чтобы она была достаточно трудной, но одновременно, чтобы ты понимал, что ты можешь ее решить. Вот если эти три условия совпадают, и ты в эту задачу вляпываешься, так сказать, входишь и берешься за нее, есть шанс, что ты попадешь в такой вот поток переживания, когда ты долго можешь, не очень уставая, вот в этом живом обмене с этой задачей решать ее. И вот это сегодня теория потока, невероятно популярна, все ищут этот поток. Ну, в принципе, она имеет, наверное, под собой какое-то основание. Ну, это абсолютно то же самое, что я рассказывала сегодня в этой лекции, то есть то, что было известно еще со времен до Второй мировой. Ничего нового, если так вот подумали. В общем, нет, разве что красивое такое слово поток, да? Да. На самом деле, вот эта вот идея самоотдачи, это очень старая идея экзистенциальной философии. Если в каком-то аспекте жизни ты чувствуешь недовольство, то, скорее всего, ты просто мало туда вкладываешься. Логично. Ну что, Алена, еще, может быть, несколько слов о ваших сейчас планах в Латвии. Планы у нас замечательные. Завтра мы уже начинаем вторую часть сессии группы Р1. Очень. Конечно, мы приглашаем и группу Р2. Это что? Это название группы учебной, то есть Р1. Торжественно уже было открытие, завтра у нас вторая сессия уже начинается. Р – это Рига. Р – это Рига. Первая экзистенциальная рижская группа. Хорошо. Также мы приглашаем, конечно, присоединиться к нам к Р2. А слушателям и себе, институту и Светлане, во-первых, большое спасибо за то, что сегодняшний день подарила вот нам, Рижанам, и эту лекцию открытую сделала. Большое вам спасибо. Это для нас очень важно. Это очень хороший, дорогой подарок на Рождество. И приглашаю, конечно, к нам на Дне открытых дверей 27 декабря. Если это кому-то интересно. О себе хочу пожелать жить в гармонии с собой. Хочу, чтобы жизнь моя мне нравилась. Хочу себе, потому что, прежде всего, если я буду сохранна, то и все вокруг будет у меня процветать. Так что, и так же я хочу, чтобы каждый подумал о себе. Пожелать радиослушателям подумать о себе. Ну, по-моему, замечательно пожелание в завершении нашего эфира. Большое спасибо нашим гостям. Действительно, нужно подумать и о себе. Это, по-моему, не какой-то эгоизм, это вполне нормальная человеческая реакция. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!